Всем добрейшего утра на канале Old Dutchman. Наш новый видео выпуск посвящен корейским боевым искусствам, в частности, Tang Soo Do. В одном из предыдущих видео на канале я уже рассказывал об этом интереснейшем направлении. Сегодня я решил вновь вернуться к этой тематике и немножечко рассказать предыстории возникновения Tang Soo Do и людей, занимающихся этим направлением, модернизировавших это направление в более современное карате. Один из поклонников, один из, скажем так, ну не риэлторов, а представителей этого направления известен под именем Чак Норрис. Я когда-то давно читал статьи в журналах о нем и он сам рассказывал, что во время службы в Южной Корее в составе ВВС США он заинтересовался во время одного визита к корейцам их боевым искусством. Ему понравились высокие прыжки, удары ногами, различные блоки и комбинации. И он решил заняться этим направлением. И довольно-таки хорошо и успешно, потому что то, что мы сегодня можем наблюдать в чистом, красивом, модернизированном карате, в основном это техники, взятые из Tang Soo Do и внесенные Чаком Норрисом в американское карате. Ну, к этому мы еще вернемся. Сейчас же у нас идет демонстрация очень и очень похожего ката на Сэйшан из Водарю. Сначала была просто демонстрация формального комплекса, теперь же идет раскладка по различным частям вот этого комплекса в работе с партнерами для того, чтобы показать, как эти приемы и движения могут быть применимы в реальности. Направление Tang Soo Do берет свои истоки в древнейшем корейском боевом искусстве под названием Субак. И Чак Норрис говорил, что писалось даже в статьях о Чаке Норрисе, о начале его спортивной карьеры, что он занимался именно направлением Субак. Это потом уже оно стало известно действительно как Tang Soo Do, более современное, более модернизированное, с компиляцией различных техник, заимствованных из Хапкидо, из Айки Дзюдзюцу, что позволило этому направлению стать действительно конкурентоспособным по сравнению с другими направлениями, с тем же самым Карате Шатакан или с тем же самым Карате Гудзюрю. Тогда еще под названием Акинава Те. Занятия Tang Soo Do помогают человеку развить в себе действительно небывалую силу, небывалую скорость и по факту растяжку, потому что некоторые стили карате отличаются от Tang Soo Do тем, что в этих стилях не так много упора дается на развитие растяжки. Корейские же направления, особенности Те Квандо, ставят действительно упор на развитие хорошей растяжки ног, для того, чтобы уметь совершать красивые, четкие, правильные удары ногами в верхний уровень, в средний уровень. Но в Tang Soo Do точно так же, как и карате, так же, как и Те Квандо, отличается своей многообразностью различных техник и их применением в реальной жизни. Вот, пожалуйста, отличнейшая демонстрация захвата заимствованного из Акидзюдзюцу или джиу-джитсу и нашедшего свое применение в этом направлении под названием Тан Судо. Теперь к вопросу о Чаке Норрисе. Почему Чак Норрис не называл никогда свою школу именем Тан Судо, но называл ее карате? Потому что американцы это такой народ, который привык кидаться на лейблы. Если бы им написали, к примеру, на какой-то школе восточных единоборств, что здесь проводятся тренировки по корейскому боевому искусству Тан Судо, то вряд ли эта школа нашла бы себе поклонников и учеников. Но когда было написано на каждом углу, из каждого утюга, летели объявления о том, что супер карате, школа такая-то, такая-то, люди шли намного охотнее, чем шли, к примеру, в тот же самый, допустим, Винчун. Потому что даже сам Брюс Ли, когда он занимался со своими учениками в школе, он не говорил, что он занимается с ними Винчун, он говорил, что он занимается с ними Джит Кун До. То есть это были компиляции различных техник Чи Сао, переложенные на его взгляд, действительно, на рабочую боевую технику. Джит Кун До развился в самобытный хороший стиль, классный стиль, боевой стиль, но Брюс Ли оставил этот стиль, потому что далее он не видел смысла развивать этот стиль без применения холодного оружия. Ну и, конечно же, благодаря различным фильмам-боевикам с участием Чака Норриса, который практиковал именно танк Су До, позднее модернизированные в современное карате, американское карате, не путать с кемпом карате Эда Паркера, это совсем другое. Естественно, как говорится, реклама двигатель торговли, намного больше людей кидалось на изучение вот этих вот приемов танк Су До, которые под прикрытием слова современное карате охотно и успешно преподавались всем желающим. Сегодня мы с вами имеем возможность действительно наблюдать эту технику, прошедшую через многие десятилетия, фактически в том виде, в котором она была создана ранее, но с компиляцией, с добавлением различных боевых техник, боевых приемов, заимствованных из того же самого Годзюрю или из того же самого Айки-Дзюдзюцу. Лично мне вот эти вот техники, вот эти вот демонстрации нравятся тем, что они показывают всю работу рук и ног, допустим, в реальной ситуации. Они показывают, как можно применять те или иные комбинации при нападении на вас человека, будь пустыми руками или с холодным оружием. Они показывают всю многообразность того боевого арсенала, который собирался, складывался десятилетиями, можно сказать, столетиями, если брать исток как субак, и организовывался в такой мощный боевой стиль. Ну, сейчас, как обычно, нам будут показывать разбивание предметов. Обычные доски. Мастер показывает силу и скорость удара. Этот раздел в любой демонстрации вызывает оживленный интерес и внимание у присутствующих. И он является как бы неотъемлемой частью любой демонстрации в боевых искусствах для того, чтобы привлечь больше посетителей, больше учеников, больше интересующихся людей к занятиям этим стилем, этим направлением. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на нашем канале. И да пребудет с вами сила! Занимайтесь, тренируйтесь, не забывайте о том, что под лежачий камень вода не течет. И еще один момент. Как бы ни назывался стиль танцудо, субак или современной американской карате, или еще как-нибудь, главная практика, главное развитие духовное и физическое. Всем удачи! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok